Приветствую, вы на канале Медвежий Барабан. Сегодня продолжим тему разрешенных средств самообороны разных стран. И на очереди Литва. Поехали! Сказать, что оружейные законы в Литве вменяемые, это ничего не сказать. Оружие, как и в России, простому гражданину можно купить для трех целей. Охоты, самообороны и спорта. Охотникам стать практически нереально. Надо пройти крайне недешевое обучение, сдать экзамен с вопросами вроде, как оказать первую медицинскую помощь раненой косули. Да и охотиться, в общем-то, негде. А вот со спортом и самообороной все очень даже хорошо. В качестве оружия самообороны разрешено короткоствольное оружие, то есть пистолеты. Там мало того, что оно разрешено, оно разрешено с правом ношения. Правда, с оговорками на митинги с оружием нельзя, патрон в патроннике нельзя, пьяным с оружием нельзя и так далее. Процедура получения медицинское заключение, проверки компетентными органами, отказ только в конкретных случаях. А так, на здоровье, разъезжай по стороне, хоть с Глоком, хоть с ТТ, хоть с Кольтом. Ограничений на калибр и размер магазина нет. Понятия холодного оружия в Литве тоже нет. Единственное, запрещены ножи с заточкой с двух сторон и что-то еще там по мелочи. На прилавках без всяких ограничений лежат ножи, которые, например, в России явно попадают под холодное оружие. Со спортом и вовсе сказка. Вступив в спортивную организацию, можно получить немедленное право на покупку всех видов оружия. Сертифицированного в рамках данного вида спорта. Например, вступив в IPSC, сразу и без испытательных сроков можно приобретать и дробовики, и пистолеты, и карабины. В количестве 6 штук каждого типа. Но это не точно. Единственное ограничение запрет на наличие автоматического режима огня. Все остальное, длина ствола, емкость магазинов не регламентируется. И главное, по спортивной лицензии, в отличие от самооборонной, можно покупать любые патроны любых калибров, а не только вписанных в лицензию стволов. Оружие самообороны почти никак не влияет здесь на уровень преступности. Просто ввиду количества этого самого оружия у населения. Итак, небольшое слово статистики. Единственная правда старой статистики, потому что свежее не нашел, но логично можно все предположить и подсчитать. Будем учитывать только короткоствольное оружие. В Литве разрешено ношение пистолетов уже почти 30 лет. За это время граждане в сумме владели 2006 год 21 тысячи единиц оружия, 2007 год 23 тысячи единиц оружия, 2008 25 тысяч единиц оружия, 2010 26 тысяч единиц оружия, 2011 год 27 тысяч единиц оружия. Не сложно посчитать дальше. Итак, по факту округляя, можно утверждать, что на сегодняшний день за все 30 лет было куплено плюс-минус 40 тысяч стволов. Вот и выходит, что пистолеты купили за 30 лет порядка 1 процента граждан, учитывая, что население Литвы почти 3 миллиона человек. Что же касается газовых баллончиков и электрошокеров, то они в Литве полностью легальны. Спешу также напомнить, что у меня есть группа ВКонтакте, где различные новости зачастую публикуются куда раньше, чем на канале. А также есть вторая группа, где я делаю различные подборки товаров с сайта Алиэкспресс, тактических и не очень тактических, но в любом случае полезных. Залетайте и подписывайтесь. Понравилось видео, тогда поддержи меня бодрым лайком и подпиской на канал. Но обязательно не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо, всем пока.